Привет! Пишу видео со второго дубля, потому что первое записалось с плохим качеством, и я решила, что лучше я подуспокоюсь и запишу заново. А я была очень беспокоена, я задыхалась, клокотала, всплескивала руками. Вот настолько была я возбуждена, наполнена и вдохновлена. У меня сегодня пришла посылка, и я под большим впечатлением от продукции российской парфюмерии. К мне пришли вот два таких пупсика. Это новая заря. Духи в, как это называется, в таре, в громовке по 16 мл. Очень удобный для меня размер. Я увлекаюсь шипрами, собираю всякие разные шипры. Для меня это просто такая часть жизни. Мне интересно новые какие-то штуки, которые я не пробовала. И я решила, что-то я давно сидела, и никак не доходили руки у меня до новой зари. Я не знаю ни Кузнецкого моста, ни этого Почули-Дор, ни Почули-Можик, ничего не знаю. И вот как-то я решила начать с того, что у меня под руку подвернулось. Я купила очень дешево, и вот эти два шедевра, я считаю, что это шедевральные вещи, каждый мне обошелся в 400 рублей на вторичке. Это, конечно, ну, как бы хлебнув, повидав некоторое количество дерьма с ценообразованием на нишу, когда покупаешь прекрасные композиции за 400 рублей, это, конечно, немножко сдвигает мозги, отрезвляет, и начинает становиться понятным, насколько мы рабы маркетинга, насколько мы вынуждены играть в эти игры, насколько нам нравится играть в эти игры. Сегодня я писала, кстати, разгромный отзыв на Делину, которая стоит бешеных денег, при этом, ну, не бешеных, она стоит денег некоторых, при этом пахнет, на мой взгляд, как арабы, как Александр Джей, как Монталь Роуз из Маск, как Александр Джей Блэк Маскс, и откуда этот хайп, я не поняла, только разве что милая розовая бутылочка. Это я так мимоходом решила закинуть на вентилятор немножко в тему Делины. А вообще она не заслуживает того, что речь-то не про нее, а речь-то про шипры. И вот шипры от новой зари. Вот опять я начинаю. Потому что вот так я лопаюсь, лопаюсь, натурально лопаюсь от эмоций. Это потрясающие работы. Они не новые. Вот на тайну я не нашла сколько... Новая заря тайна и новая заря Злата Скифов. На тайну я не нашла год выпуска. Злата Скифов 87-го, я полагаю, что тайна постарше. Короче, что мы тут имеем? Тайну сравнивают очень с большим количеством разных культовых шипров. Для меня она ближе всего к Эксплоузифф Этьен Агнер. Почему-то все время просится сказать Этьен Анье. Ну вот, как говорят Агнер, так же буду придерживаться. Это очень-очень почулистая роза с огромным количеством можжевеловой древесно-кисло-смоленистой эфирной вот какой-то такой ноты. В отличие от Этьен Агнер Эксплоузифф, я не могу его носить. Он у меня стоит винтажная миниатюрка. Я его даже не стала переливать в фотомайзер, чтобы шикать. Потому что я его носить не буду. Он невероятно можжевеловый. И для меня это очень маскулинно звучит. И даже при моей любви к мужским ароматам, для меня это слишком жестко, слишком кисло и вообще непонятно. Тайна, в ней слышна роза. В отличие от Эксплоузифф, где розу я не смогла найти, в тайне розу я слышу, слышу ее очень хорошо. Она очень нежная, холодная, тоненькая. Это вот не та темно-такая красная, уже чернеющая, увядающая роза. Это молодая нежная роза. И в этой агрессивной, давящей, почулистой, можжевеловой среде она все равно звучит. И это очень красиво. Кроме того, это очень стойко и очень диффузно. Я нанесла на сгиб руки сюда, под кофту ее часа 4, наверное, назад, может быть, даже 5. Я гуляла на улице, я вернулась, переоделась. И сейчас я сижу и очень хорошо ее слышу через ткань. Я не знаю, что они делали, что там за молекулы. Но, друзья, это для меня, например, даже слишком. То есть для меня концентрация парфюм в Новой Заре – это только куда-нибудь под волосы рано утром, чтобы за день это успело выветриться, и я успела поменять потом аромат. Коротко, пирамида. Лист фиалки, почули, кориандр, роза, дубовый мох и амбра. Звучит просто на буквах, а вот в деле звучит потрясающе. Очень классическая сборка. Технические характеристики выше всяких похвал, как я сказала, очень стойко, очень диффузно. И с художественной точки зрения, на мой вкус, это очень-очень хорошо. Вторая единица – это злата скифов. Я их поняла меньше пока. Они тише, значительно тише, чем… Про Таню-то я хочу сказать. А, я сказала же про Этиен-Аньер. И что я ее еще сравниваю со Свардельюн. На самом деле, когда спадает вот эта острая характерность, аромата, который мы обычно ощущаем в верхушках, да, то есть первые какие-то полчаса, когда мы… Вот он, вот его острый нрав спадает. Потом появляется что-то более классическое, более понятное и знакомое. То есть, конечно, там Свардельюн тоже присутствует. И тот же самый Эксплозив, и я полагаю, что Ноуин, и так далее, и так далее. Все какие-то такие знаковые шипры, они здесь есть. Но вот этот глаз розы в тайне, он… Слышен всю дорогу, и это его ценность, это главное его, как бы, вот, шарм в этом заключается. Злата Скифов, 87-й год. Пирамида мне ни о чем вообще не говорит. Альдегиды, зеленые ноты. Тут ключевое другое. Это тоже шипр, но это шипр фруктовый. По пирамиде я вижу красное яблоко и персик. А вот что я чувствую из этого? Ну, вы знаете, для меня основной, как бы, такой ключевой фруктовый шипр в моей жизни, это все-таки Митсука и Джибелэйшн, женский амуаж. Там, где действительно фрукты, в амху. Хотя, надо сказать, что Митсука, я все меньше слышу персика, и это меня смущает. Все больше лесопилку слышу. Так ее, кстати, не ношу, так я не смогла ее пока укротить. А злата скифов, это для меня в жасминовой его части больше убар-амуаж, вот туда относящийся. Хотя в убар животины очень много. В злата скифов есть из животины только амбра, но этот животин очень относительный. Кит все-таки, он не млекопитающий. Но из злата скифов 1987 года сейчас звучит супер актуально. Это вообще не олдскул. Даже тайна по мне звучит более классично, а, если можно так сказать, классический, даже не ретро, а именно вот как классическая музыка, которая не звучит устаревше, просто это сборка такая. Она нас отсылает к временам, которые уже давно ушли. Злата скифов такого ощущения не оставляет. Это абсолютно... Он даже свежий, этот шипер. И вот эта очень дружелюбная фруктовость его, она такая, знаете, мне кажется, очень универсальная. Прямо обмахиваюсь. Хотя в стойкости и в громкости он сильно уступает тайне, но по композиции, по качеству сборки у меня вообще вопросов... У меня одни... Значит, в тени... Я сижу в тени собственного телефона? Ладно. У меня одни восторги. Больше ничего это не вызвало. Я сегодня еще хотела рассказать про одну представительницу отечественной парфюмерии, и это про Зерпина. Она у меня давно, но рассказываю я про нее сегодня, потому что... Сегодня же мне пришел еще один шипер, и их похожесть друг на друга у меня вызвала много вопросов, особенно, когда я узнала, что у них один автор. Начнем, тем не менее, с про Зерпины. Это... Я не знаю, считается ли это люксовой серией Бракар или нет, но это отечественная парфюмерия. Очень красивый флакон, дорогое граненое стекло, великолепная коробка. У меня вот тревел, не знаю, по-моему, 12, что ли, миллилитров. Больше не куплю, больше мне не нужно. Это не вполне мой профиль. Меня здесь смущает то, что он не универсальный для меня по погоде. Летом вообще не зашел, потому что летом очень много сладкой сливы для меня, хотя там заявлен гранат, но гранат я слышу только в холодное время года. Летом для меня слива, 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 и это меня относит к Уме от Кейка Мишери, которую я не люблю. Уме меня разочаровала, к сожалению, и поэтому все ассоциации с ней для меня сразу нет, нет, нет. Уме тоже плохо звучит летом на мне, ужасно, просто какая-то дешевая, тяжеловесная шляпа. Надо по холоду поносить, но у меня уже, честно говоря, энтузиазм поубавилось. Про Зерпинов холод раскрылась великолепно. Это шипр очень нетривиальный, потому что он сильно почулистый. И вот это, я даже мха как такового там не слышу, то есть я его подразумеваю, потому что я узнаю сам шипровый вот этот вот остов, на котором это все сидит. Но основные ноты для меня там это слива, а не гранат, как заявлено, и почули, почули, почули. Много классных прохладных почули. 2020 год. Бертран Дюшафур, такой деловой, сделал это для брака. Гранат, кислые корочки гранаты там слышны, толу, бальзам, цветочный весь блок я не слышу, не разбираю, потому что уж слишком активно там шипровость, а шипроцветочные для меня бывают очень редко, там почти ничего не читается из цветов, поэтому для меня и тайна, с которой я начала, очень необычный представитель, потому что при шипровости довольно плотной и серьезной роско слышна. Здесь слышны вот эти кисловато-терпкие, похожие на сухое вино, гранатовые корки, то есть как будто танины какие-то есть в этом аромате. Лимон, гуаяк, почему-то у меня записано как гуляк, стирокс, травы, ланг-ланг, ну, в общем, пирамида – это очень условное понятие, конечно. А вот здесь, с чем у меня вопросики. К Бертрану Дюшафуру. 2020 год – это прозерпина для российского недорогого относительно бренда. А вот в 2012 году, за 8 лет, до прозерпины, сделал он для фирмы MDCI, очень небюджетный. Наверное, рано говорить, что он легендарный, но он очень высоко оценен, потрясающие отзывы, и люди считают эту работу, наверное, прям ярчайшим шипром последних каких-то десятилетий, которые мы можем охватить. Это шипр полотен. Я, по счастью, взяла вот такую вот малюсику себе. Я давно его очень хотела. Он был какой-то дико небюджетный. И я что-то в момент, когда я начала интересоваться шипрами, я стала, мне надо было все, все, я беру все, мне все интересно. И как-то до него руки не доходили, но я все время держала его в голове, что мне нужно обязательно его однажды попробовать. И вот случилось. И вот сегодня, зубами раздираю эту посылку, боже мой, делаю первый намаз на руку. Я никогда не делаю первым пшик за тест, я делаю именно намаз. И цепинею. Цепинею, потому что слышу я тонну биопорокса. И эта нота для меня погубила не один аромат. Я его слышу в Машди Бекали фьюжн сакре. Я его слышу в Хабоните. Хабонита. В Абоните. И для меня эта нота, как для человека, который пользовался по состоянию здоровья, биопороксом, это сильный довольно антибиотик для горла. Его сейчас сняли с производства. Его недоступен давно уже, может, больше, чем пять лет, из-за того, что там какой-то был анафилатический шок улетит, что-то такое. Я в свое время хлебнула этого биопорокса. Он, пшикалка такая, немало. И для меня это нифига не приятной ассоциацией. То есть для медикамента он пахнет неплохо. Но для духов, да, мы терпим в духах ноты, микстуры от кашля. Да, мы терпим в духах какую-нибудь солодку, эвкалипт, прополис. Пожалуйста, биопорокс, never. И шиберполотен меня этим просто огорошил. Я не была готова к этому вообще. Я про это не читала ни на ветках, никаких комментариев, ни на каких сайтах. И что самое интересное, этот биопорокс спадает в теплом помещении достаточно, ну, там, быстро, может быть, за 20-30 минут. А вот на воздухе, я его вывела сегодня погулять, он смердит и смердит. Вот эта нота достаточно долго. А вот когда она, наконец-то, затихает, появляется прозерпина. И тут у меня вопросы к Бертрану Дешафуру. Потому что, ну, как бы, это неловко, это странно, да, делать настолько похожие между собой работы для разных брендов с пропастью ценообразований, опять же. И я, конечно, из этих двух товарищей выбираю прозерпину 100%. Она зимой звучит очень красиво. У нее роскошные холодные почули. И зимой не вылезает приторная умокикамишеревская слива. Зимой звучит больше кислый гранат. А шипрополотен при всей этой красоте меня отравляет биопорокс. И носить я его не смогу. Даже, наверное, не буду больше пробовать. Настолько он меня просто огорошил. То есть я была готова ко всему, что угодно. Но не к этому. И осталось у меня два шипра, про которые я хотела рассказать. Вообще, сегодня видео должно было быть посвящено шипрам. Наверное, вот начну лучше вас чего. У меня вот в такой вот маленький, маленькая фиолочка. Это прекрасная работа. Я совершенно случайно с ней познакомилась. Это шипр Ники де Санфаль. Работа 1982 года. Для художницы... Это аромат, посвященный художнице Ники де Санфаль. Это красивый травный шипр. Начинается он яркой полынью, яркой мятой. Живые нагретые травы. Какие-то эфирные масла. Все это очень классно. Но очень мимолетно. И я даже улавливаю там какой-то прекрасный нарцисс. Такой, знаете, не оккультуренный, а какой-то дико выросший на каком-то там поляне в лесу. Это довольно странно. Лук, будь здоров, мой хороший, у меня собака чихает. Еще чихр? Все? Да. Короче, Ники де Санфаль. Это шипр. И вот эта травная верхушка, она абсолютно очаровательна. Потом середина. И вот тут я начинаю чесать репу, потому что в середине он для меня очень похож на два шипра, которые у меня есть. Это Safari Life, Life Rollin, Ральф Лорен. И Silence Giacomo. Или Giacomo Silences. Это много гальбанума, это классический мох, шипровое классическое звучание. В Safari, от Safari он, Ники де Санфаль, шипр, забрал, наверное, какую-то, как это, не ноготки, а вот другая эта штука. Тоже рыжий цветок, бархатцы. Вот такую какую-то ноту горьковатую, осеннецветочную. По пирамиде, ну и что скажешь? Может, в кадр еще залезешь? По пирамиде Ники де Санфаль. Полынь, зеленые ноты мяты, бергамот и персик. Совсем фруктовых нот здесь не слышу. Цветок гвоздики, почули, корень ириса, розы, кедр, жасмин, ланг и ланг. Мох, кожа, сандал, мускус и амбра. То есть это очень плотный классический шипр. Я, наверное, не куплю бутылку, потому что, именно бутылку, потому что там 120 мл, и это сплэш. Ненавижу сплэш, и как бы переливать оттуда в атомайзеры домашнего производства, это такая себе идея. И бутылка-то очень красивая. Она с такими классными змеями, вот так переплетающимися. Это работа собственной художницы Ники де Санфаль. Но сам по себе, вот если вы не знакомы с Силанс и с сафари, то вот этот шипр вы, если где-нибудь встретите, если вы любите шипры, то очень бы неплохо его потестить. Он нетривиальный, он такой, как это называется, сумрачный, мрачный, да, но это не зловещесть. Это такая лесная мгла, как, например, раннее утро, когда я еще не успела совсем расцвести, и вот по лесу, по туманному. Очень-очень красивая работа, такая очень природная, очень естественная, не слащавая, не кокетливая, не старорежимная, не олдскульная по звучанию, хотя 82-й год, но, по-моему, очень достойная. И еще один винтажный шипр, которым я сегодня закроюсь, это вот такой мой, мой дорогой грубиян, выглядит он очень страшно. Меня толкает собака головой. Это Лючано Сопрани, женский парфюм. У него есть разные. Донна, например, есть женские, но это именно Лючано Сопрани, Лючано Сопрани, 87-й год. Я прикреплю бутылку с коробкой, чтобы было видно, как это выглядит, потому что можно перепутать с женскими другими запахами этой фирмы. Что хорошего у Лючано Сопрани? Я про него узнала чудом. Это, к сожалению, совершенно непопулярный парфюм. Тоже я в какой-то ветке прочитала у народа, кто обсуждал, какие шипры любишь, какие носишь. Если вы, кстати говоря, тоже знаете, какие-то шипры малопопулярные, которые классные, напишите, пожалуйста, мне в комментах. Я жадно буду это все пробовать и искать. Вот, например, такая удачная для меня была находочка. Что такое шипры Лючано Сопрани? Очень классическая сборка. По сути, это обычный шипр, то есть то, что мы знаем, вот эта мышистая, такая шершава-гарьковатая тема, но у него есть одна отличительная способность, черта отличительная. Это аромат, который я улавливаю, не знаю, почему-то другие нет, может быть, у меня какой-то глюк. Это запах сливы терновой. То есть это горчинка, такая ноябрьская, когда ее собирают, терновку собирают после первых заморозков. И вот он, при том, что он очень теплый, медовый и такой греющий, серьезный, плотный шипр, но у него вот эта чудесная, такая зовущая, поцелуем, шучу, живая нота, потому что вообще фруктово-ягодные ноты я всегда расцениваю, как живые, сочные, какие-то такие прохладные. Вот здесь она просто чудесно вплетена. У него есть минус, это монотонное звучание, но шипры вообще часто этим грешат, особенно старорежимные, особенно старой школы, когда аромат не трансформируется в процессе носки. Здесь такое и есть. Но имхо это вполне можно потерпеть, настолько он классный. По пирамиде фруктовые ноты, кориандр, мандарин, альтегиды, бергамот, роза, тубероза, жасмин и ланг-иланг. А я что, читала это уже? Или у меня такое ощущение? Потому что я читала другие пирамиды, они все примерно одинаковые. То же самое жасмин, то же самое мед и гвоздика. Так или иначе, это классический шипр с очень классным, совсем недешевым звучанием, хотя это недорогая парфюмерия. Мне кажется, вот эту половинку от сотки я купила за типа полторы или две тысячи рублей. То есть это очень доступно. И при этом по звучанию это совершенно достойно. Если вы любите классические шипры и ищете что-то новенькое для себя, мало растиражированный, то луча на собрании, женские духи, пожалуйста, не духи, а что это? Туалетная вода? Что я скажу? Да, туалетная вода. Все, о чем хотела сегодня рассказать, поделиться своими открытиями отечественной парфюмерии, поклокотать на тему шипр полотен и рассказать про малоизвестные лучаны сопрани. Делитесь своими находками шипровыми, буду ждать и с удовольствием потирать руки, чтобы еще что-то интересненькое в шипрах для себя разыскать. Спасибо за внимание. Пока.